Подмосковье представят к наградам автоинспекторов, которые бросились на помощь людям, оказавшимся в огненном плену в собственном доме. Пламя отрезало им все пути к выходу, нельзя было терять ни секунды. Репортаж Ольги Герасименко. Вот так смело и совсем по-взрослому 4-летний малыш встречает гостей. Он видел их всего несколько минут, но успел хорошо запомнить. Эти тяги помогли ему выбраться из дома, когда однажды вечером комната заволокло едким дымом. Баба скорее всего передой, когда лучше вас поздравить, когда мама поздравила, но я один... То, что ребенок, который едва научился говорить, вспоминает скорее как приключения, его родные называют кошмаром. Ведь тем вечером они отчетливо поняли, счет идет на минуты. Открываю дверь, и черный дым прям меня сбрасывает назад. Ой, Кристина, кричуя, я говорю, горим. Прыгать, как прыгать, второй этаж невозможно. У меня бы дети просто, они инвалидами стали, если бы их кинула, я бы не рискнула, кину детей. Пожар она не может вспоминать без слез и говорит, им просто повезло. Мимо проезжал патруль. Павел Костромин, Олег Головченко оба служат без малого 20 лет. Но эвакуировать жильцов из горящего здания им пришлось впервые. Вспоминают, подняться на второй этаж, туда, где были люди, и молодая женщина звала на помощь, не смогли. На лестнице и крыше вышивало открытое пламя. Уже все, дым пошел с того, уже пошел с того окна, то есть с ее комнаты. Окричала, помогите, спасите. На полу вперемешку вещи и детские игрушки. И даже в самой дальней комнате весь потолок в копоте. А ближе к очагу пожара, причину которого еще предстоит установить, зияет дырами кровля. Перекрытия превратились в головешки. Семья оказалась фактически в западне. Вот он единственный выход. Всего лишь несколько метров, но он отрезан огнем. О силе пожара красноречиво, говорят, хотя бы вот эти обгоревшие стены. Можно было выбраться через окно, но дом нестандартной постройки. Второй этаж, но очень высоко. А под окном вспоминают патрульные не сугробы, а лед. Маленьких детей они просто поймали на руки. Для взрослых пытались искать лестницу, но разгоравшееся пламя не оставило ни времени, ни выбора. Женщинам сказали, что шторы есть, спросили. Они говорят, есть. Я говорю, привязывайте ее за оконную раму, и по ней хоть чуть-чуть будете спускаться. Я, наверное, не растерялась из-за детей. Потому что если бы не было детей, потому что я за них испугалась. И вот в этот момент у меня не было ни слез, ни паники. Я просто как бы в уме думала, что делать. Она признает, не знает, откуда взялись силы и смелость. Но как бы то ни было, способ спасения, предложенный патрульными, спуститься по шторам, не просто позволил им выбраться. Помог избежать серьезных травм. Все четверо практически не пострадали. Спасибо. Ольга Герасименко, Равиль Менгалеев, Никита Чупин, Алексей Михайлов, Первый канал.